Друзья, сейчас мы с вами выполним несколько заданий для того, чтобы закрепить те знания, которые получили в предыдущей части урока. Итак, давайте посмотрим, насколько вы поняли, что такое потребности и какие потребности бывают. Вот рассмотрите внимательно иллюстрацию и попробуйте ответить на вопрос, какие потребности отражены на этих иллюстрациях. А для этого вы должны вспомнить, какая вообще классификация потребностей существует. Итак, какой ответ у вас может быть? Первая потребность, я думаю, у вас сразу же будет. Это биологическая потребность. Ребята сидят за столом и кушают. Поэтому скорее здесь потребность в еде, в пище. И это биологическая потребность. А вторая картиночка, на которой изображены ученики школы, это потребность в чем? Они, видимо, выполняют какой-то опыт по химии, судя по картинке. Это потребность в учении, в познании. Вот эту потребность мы к чему можем отнести? К духовной потребности или к потребности социальной? Как вы думаете? Но на самом деле, я так думаю, что в данном случае обучение в школе, это прежде всего, конечно, потребность социальная. Потому что, учаясь в школе, человек не только знания получает, но прежде всего он получает опыт социализации. Поэтому, в принципе, эту потребность можно рассматривать и с точки зрения социальной потребности, и с точки зрения духовной потребности. В зависимости от того, что преобладает у конкретного ученика. Кто-то, может быть, действительно увлечен химией, и для него каждый урок – это открытие. Он постоянно ищет что-то новое, пытливо интересуется учителя. Это духовная потребность. Для кого-то химия, может быть, не является очень таким уж любимым предметом, и ему, скорее, важно, может быть, показать себя, получить хорошую отметку, зарекомендовать себя каким-то образом среди своих учеников, среди учителей, а может быть, сделать приятное родителям. Теперь давайте прочитаем текст и тоже выполним задание. Смысл следующий. Мы читаем текст, а потом те пожелания, которые в тексте прописаны, указываем номера, которые отражают разные потребности. Итак, Кирилл решил купить квартиру или дом в Подмосковье. Он обратился в компанию, которая занимается продажей квартиры домов. С представителями компании Кирилл обсудил ряд своих пожеланий, которые определяют его потребности. Первое. Дом должен быть расположен недалеко от поселка Савельево, где живут его друзья. Второе. Дом должен быть теплым. Третье. Недалеко от дома должны быть детский сад и школа. У Кирилла подрастает сын. Четвертое. Стены комнат должны украшать фотообои, потому что Кирилл увлекается фотографией. И пятое. Потолки должны быть высокими, так как рост у Кирилла 2 метра. А теперь задание, которое вы должны выполнить. Вы должны вот эти пожелания, 5 пожеланий, которые Кирилл высказал представителям компании по продаже недвижимости, распределить среди потребностей. Итак. А. Какие из пожеланий Кирилла отражают его биологические потребности? Укажите номера. Ну, я думаю, что вы легко справитесь с этим заданием. И, наверное, вы сможете быстро определить, что это прежде всего 2. Дом должен быть теплым. То есть это потребность в тепле, в сохранении, предположим, тепла и здоровья в том числе. И это пятое. Потолки должны быть высокими. Потому что здесь речь идет о физиологической особенности самого Кирилла, о его двухметровом росте. Поэтому высокие потолки прежде всего из-за того, что у него высокий рост. Второе. Какие из пожеланий Кирилла, буква Б вернее, отражают его социальные потребности? А мы с вами помним, что социальные потребности – это потребности в общении, в уважении, в любви, в дружбе и так далее. Тоже внимательно посмотрим и выделим с вами, наверное, следующее. Первое. Дом должен быть расположен недалеко от поселка Савельево, где живут его друзья. Почему? Потому что ему хочется как можно чаще общаться со своими друзьями. Поэтому это, конечно, социальная потребность. И еще какая сюда может быть отнесена потребность? Наверное, третье. Недалеко от дома должен быть детский сад и школа, потому что у Кирилла подрастает сын. Он заботится о своем сыне, чтобы ему было удобно и сыну ходить в детский сад и в школу недалеко. Поэтому это тоже социальная потребность. И, наконец, какие из пожеланий Кирилла отражают его духовные потребности? Ну, это, скорее всего, конечно, стены комнаты должны украшать фотообои, потому что Кирилл увлекается фотографией. То есть это его потребность в творчестве. Она таким образом должна быть удовлетворена. Вот такое не очень сложное задание, которое, наверное, вы можете довольно быстро и легко выполнить. И, наконец, последнее задание, где нужно немножко подумать, как-то включить, может быть, фантазию. Прочитайте отрывок стихотворения и ответьте на вопрос. Человеку нужен человек, чтобы пить с ним грековатый кофе, оставаться рядом на ночлег, интересоваться о здоровье, чтобы улыбаться просто так, чтобы на сердце стало потеплее, чтобы волноваться. Там сквозняк. Надевай-ка тапочки скорее. Итак, первый вопрос. О каком виде потребностей идет речь в отрывке? Давайте подумаем. Человеку нужен человек. Зачем человеку нужен человек? Подумайте. И приведите три примера того, зачем человеку нужен человек. Итак, о каких потребностях идет речь? Ну, конечно, это потребность прежде всего в общении. Зачем человеку нужен человек? Чтобы удовлетворить потребность в общении, в любви, в дружбе. То есть это социальная потребность. А теперь приведите, попробуйте привести три примера того, А зачем человеку нужен человек? Зачем нам нужен с вами друг, любимый? Зачем нам нужна мама? Зачем нам нужен брат? Вот для чего нам нужен человек? Я думаю, что вы сможете это сами придумать. И здесь мне совсем не обязательно даже давать вам ответ, потому что это задание не такое уж и сложное. Подумайте хорошенько для того, чтобы сделать для себя такой вывод, что мы не можем обойтись без других людей. Потому что другие люди помогают нам удовлетворять потребности в общении, наше желание поделиться, может быть, какими-то знаниями или получить какие-то знания. Наша потребность в любви, наша потребность в признании. Нам же нужно, чтобы кто-то признал наши заслуги, предположим, похвалил бы нас. Вот поэтому человеку нужен человек. Вот такие три задания, которые, я думаю, что выполнили мы с вами достаточно быстро. Они не очень сложные, но, по крайней мере, они еще раз вам дали возможность вспомнить о том, что такое потребности, какие потребности бывают и как они влияют на жизнь человека. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание.